Итак, всем еще раз доброе утро. Помните о том, наверное, вы все, что уже две недели в нашем городе гостит замечательная цирковая программа под названием «Цирк на льду». Мы разыгрываем пригласительные среди наших телезрителей. Ну, а сегодня с удовольствием, побывав на крайнем представлении, мы еле-еле сумели договориться с нашим гостем, чтобы пришел к нам в эфире, потому что на самом деле это очень редкое событие. С удовольствием, не буду тянуть время, представляю вам нашего гостя Филипп Ван Дайк. Люди, они сегодня в гостях, и Светлана Шамраева, которая поможет как раз нам перевести переводчик с праздником вас. Сегодня у нас профессиональный праздник. Доброе утро вам. Ну что ж, я думаю, первое, что мы начнем, стоит рассказать немного Филиппу про себя, где он вообще и как давно работал в цирке. Я приехал из Никарагуа, в Центральной Америке, и я начал работать в цирке три года назад. Как асистент? Как асистент? И 7 месяцев назад я начал работать на собственном шоу. Окей, для того, чтобы наши телезрители понимали, о чем я триск, тот, кто еще не побывал на вашем представлении. Мы за кілька хвилин покажем вам видео, пока вы ему готуете. А я бы, до речи, хотела Филиппа запитать, что самая нашлах новая идея про то, чтобы показывать иллюзии. Вот в детстве мы, например, вздавались на фокусе Копперфильда. Нам очень понравилось. Кто-то після того пробовал. Кто надихает вас? Я не знаю Копперфильда. Я начал три года назад. И больше, чем иллюзии, я люблю аниме. Я не видел, я особо увлекался Копперфильдом, но я больше люблю животных, чем иллюзии. После я начал фокусом, два года назад. И только после я начал работать с фокусом. Сначала с тиграми и львами. А как вы знаходите спильную мову с дикими тваринами? Воно же даже небезпечнее. Как вы коммуникеете с wild animals? Это очень опасно, да? Нет. Это как собак. Вы даете им любовь, и они дают вам любовь обратно. Если вы агрессивны, они будут агрессивны так же. Я так понимаю, Филипп обращается с дикими животными так же, как девушки с мягкими игрушками. Если вы коммуникеете с wild animals, то они выглядят как девушки с мягкими тваринами. Ну что ж, решту секретов нашего сегодняшнего гостя раскрыватиму после рекламной паузы. То есть не промыкайтеся в любом случае и оставайтесь вместе с нашей программой. А также не забывайте номер студии 213-46-24. Итак, для тех, кто к нам присоединился, с удовольствием представлю еще раз нашего гостя Филиппа Андайк. Сегодня у нас в гостях фокусник, иллюзионист, укоротитель диких животных, как мы уже успели выяснить. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, звоните нам 213-46-24. Ну а как и обещали, давайте же посмотрим фрагменты из циркового представления нашего гостя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, ну, учитывая, что у нас утреннее шоу, Филипп так скромно сегодня как раз прикрыл свои мускулы. Ну а как раз на арене цирка он всех удивляет своей мускулатурой. Филипп, вас во время программы представляют как потомка племени майя и как принца Никарагуа. Это действительно так и есть? Да, это действительно так и есть. Да, в Никарагуа они имеют много процентов индийцев. В Никарагуа высокий процент индийцев? Майя. Поэтому во мне течет кровь племени майя. Поэтому во мне течет кровь племени майя. У нас миллионов людей Никарагуа. И я первый иллюзионист, который делаю магии с животными. Поэтому по поводу принца Никарагуа. У нас есть звонок от нашего ледочевого. Алло, доброго ранку. Алло. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Надежда. Надежда, вы уже успели побывать на представлении цирк на льду? Нет. Нет, но у вас, возможно, если вы задаете нашему гостю Филиппу хороший вопрос, появится такая возможность, задавайте же скорее его. Кто является вашим кумиром, Филипп? Кто является человеком, которым ты вдохновляешься? Чего? Кто является человеком, которым ты вдохновляешься? Да, ты... Мой дотой? Моя дочь. Ваша дочь является вашим кумиром. Я бы сказал, вдохновляет вас на все новые, новые совершения и поступки. Она вас вдохновляет на новые иллюзии. Спасибо, Надежда, за звонок. Так, нагадаю всім нашим глядачам, що автор найцікавішого питання сьогодні отримає від нас квиток на нову программу у Запорізький цирк. Цей квиток на двох осіб і використати його можна уже на найближчими вихідними. Тож, телефонуйте номер нашої студії 213-46-24. Ну, а, власне, у нас сьогодні є ще для вас подарунки та сюрпризы, тому що за кілька хвилин Філіп обов'язково покаже нам якісь трюки і, можливо, нас навчиться їх повторювати. Але для цього нам потрібен неоличкий тайм-аут. Дякую, що ми знаємо, які життя приймають в Іллюзіоні. Хочеться б знати у Філіпа ще о його творчіській групі, яка приймає з ним участь у представлений, і хто вов'язково придумує фокуси? Ти можеш? І хто знайшає трюки? Хто знайшає трюки і скажі нам більше про вашу команду? У мене є найбільші команду. У мене є ассистентів для інших, а один ассистентів для іллюзій. У мене є найбільші команда, у мене один ассистент для животних і один для іллюзій. Паша і Вита. І так, я маю ціні, але я не маю ціні, але ціні. У мене є ідеї. Не доді від Мадиси, тому що я не бачу Мадиси. Але я не бачу Мадиси. Я просто хочу робити цей ефект, і я хочу знайшити. Я розумію, що мені потрібен цей ефект, і я б хотіла його воплати. Тримаємо ще один дзвінок. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Давайте знайомитися. Як вас звати? Говорите в трубку. Мене звати Світлана. Дуже приємно, Світлана. Сьогодні у нас в гостях іллюзіоніст Філіпп Вандайк. Я так розумію, ви маєте якісь питання. Ми з задоволенням готові їх прийняти. Дуже приємно, сказати, Піліпп, ви проживаєте зараз на Україні. На Україні дуже багато кухня, блюда української кухни. Чого вам більше подобається? Ви що-то вже побробували з української кухні? борщ нравится борщ традиционно борщ всегда нравится и так и мы сделали небольшую паузу помните что лучше вопрос будет награжден как раз пригласительным да лучше будем мы сранку готова борща боякусь и еще страву дизнаемся за колька секунд тому что далее у нас рубрика швидко и смачно и не промыкайте оскольки письте того филипп покажи нам какие-то фокусы филипп андек сьогодні у нас у гостях иллюзионист из новой программы нашу запорізького цирку и мы обещали вам показать сегодня щось напрочу цикаве что самое я сподеваюся филипп не будет звуликать и нам продемонстрирует это фокус на доверие ну я спробую доверяюсь ли ты филиппу анна я его мало знаю ничего вы сейчас будете знакомы поближе теперь the most important is the is straight мне разрезать так все я разрезала все по-справжному если 3 is good we have to see it's quite straight нужно посмотреть ровно ли вы отрезали подравлять надо и конкурсис должны быть равная равная части она что-то с глазомерного сегодня это филипп ну и пипи сюда выгонтай сейчас мы свяжем Держите. Надо посмотреть, где центр. Это центр? Может быть, нам нужно перебивать немножко. Вот так. Дякую. И хочу еще раз нагадать номер студии 213 и хорошие 24. Перед тем, как мы видим еще один фокус от Филиппа Ван Дайка, еще встигаем принять дзвенок. В вас, нагадую, автор найцікавішого питания до нашего гостя отримает сегодня квиток до цирку на двоих осіб уже на наиближчий вихідник. Филипп, давайте еще один вопрос и фокус как раз покажете. Хорошо. Доброе утро, кто к нам дозвонился? Алло. Доброе утро. Как вас зовут? Катя. Катя, ну как вам Филипп, скажите честно? Катя, она же. Мускулистый. Мускулистый. Похож на индейца апачи, но он майя. Да, да. Вым, это какие испытания могут быть у Филиппа? Да, у меня есть вопрос. А сколько лет он занимается своим искусством фокуса и людей? Филипп уже рассказывал, с кем этим занимается. Да, Филипп уже говорил, три года он работает программой. А, со скольки лет? А, это так вот таким скрытым способом хотят узнать. Так, какого-то фокуса. Спасибо большое. Таким хитрым способом хотели узнать, Филипп, сколько вам лет? И запитала наша глядачка, чи не хочет Филипп раскрыти секрет в фокусе. Вот вы взагалі раскрываете секрет в фокусе, а чи это таймниця? Или это тайна, мы никогда не раскрываем. Это тайна. После вот этого я хочу. Давайте. Это про трост, да? Этот фокус также надо. Легенды, да, the deck of cards. Агенда гласит, что в колоде карт в руках иллюзиониста может случиться очень много чудес. Отчуете фото, отчуете карт. Я вам же показала, да. Я могу видеть, нет проблем. Я могу видеть, нет проблем. Он может видеть карту. А, можно. Напишите свое имя. Ну, удоволось. Какая дата сегодня? 30-е. 30-е. Септембр, да? Да, 09-е. Мы возьмем вашу карту. Он хочет, чтобы вы доверились, держали карту в задание. Ну, так. Ну, now I'm going to see next car. Следующая карта. Он подпишет. Что там написано? Филипп? Филипп? Угу. Look. Like I said, this is miracle, да? Это чудо, как я говорил. I want you to put all the card inside, and you trust me. Он хочет, чтобы вы всю карту взяли в рот и доверились ему. Покажите свою карту. Там написано Филипп Пандек, якщо там вам не видно. Филипп, с нами в покер играть не можно. We can't play poker with you. Спасибо. Ну, а теперь вы бы хотели раскрыть таймницу, какого-нибудь фокуса. Не обовязковать его, будь-якого. Уже тайный фокус интересный. Филипп, какое количество девичьих сердец вы покорили именно этим фокусом? How much women's heart you broke like this? А Юра хочет сейв фокус дизнатись, я уже побачила. Да, он работает. Я думаю, что ты секретарь of this trick. Ну, это очень сложный трюк. Ну, ты мне на ушко потом расскажешь. Отже, Филипп Пандек сьогодні в нас в гостях. Иллюзионисты, мы обоцяли видать сьогодні приз, квиток на двоих осіб до цирку за найкрашто питание. Давайте визначим, Филипп, як вы гадаете, який дзвінок був найкрашто. Давай, давайте еще один премиум. Алло, доброго ранку. Доброе утро. Як вас звати? Меня зовут Алена. Олена, очень приятно. Ваше питание до Филиппа. А мне интересно, вот вы фокусник. А с вами непосредственно судьба какие-нибудь фокусы выкидывала в жизни? You're a magician and have you ever heard that the fate made to you one trick? Your life made to you one trick. Did it happen? Нет. Сейчас подумаю. Какой второй вопрос, друг, сего пока Филипп думает? Второй вопрос, смотрите, я хочу узнать, вы являетесь непосредственно сами? Вы сами придумываете фокусы? Или вы повторяете фокусы и вносите, допустим, свое какое-то новшество в них? She wants to know if your tricks are from your own or you repeat one trick and just put some little bit of new in old tricks. Все трюки в магии, они старые сами по себе. Это как песня. Это как песня, но новая песня, но новый певец. Поэтому наша работа – быть лучшим певцом. Ну что ж, тогда я предлагаю Филиппу выбрати найкраще питание из всех, которые сегодня ему задавали наши глядачи и визначити, кто сам станет переможцем. Maybe you could choose the best questions from the audience, and who could be the winner and take the invitation to the circus? The best question is the question that I cannot answer, you know, if I see miracles, because every day… Самый лучший вопрос – это вопрос, на который я не могу ответить, про чудеса в моей жизни. Ну что ж, Олена, мы вас витаем, вы наша сегодняшняя переможница. Сегодня отримета квиток. Фокус, раскроем секрет. Давайте сделаем небольшую паузу, подготовимся, послушаем музыку, после чего Филипп нам обещает открыть секрет одного из фокусов. Так, я уже успел тоже научиться пару фокусов. Только что был неимоверный фокус с монеткой, Филипп мне показал. Ну а теперь, я так думаю, что Анна освоит, ну скажем так, не азы, но хотя бы хоть немножко искусства иллюзиониста и фокусники теперь будут тебе доступны. Ну я не знаю, че будут доступны мне фокусники, а с приводу фокусов все может быть. Мы обещали, что Филипп сегодня раскроет один секрет одного фокусу. Дивитесь очень внимательно, потому что двече мы показывать не будем. Если вы хотите всех удивить, всех своих друзей, знакомых, коханых девочек, почему бы и нет, будьте сейчас в салю напрочую уваженными, даже не клепите очи, и мы покажем, как делать тот самый фокус, из которого начали. Да, Филипп? Да. Поехали. В эфире чего дефекта на вторжек? Сначала он покажет эффект, а потом мы объясняем. Домовились. Ну карта. Угу, выбрала. Я ее показую вам? Не показала. Не показала. Сама поделюсь. Пусть имя, слово, чи поделюсь. Напишите свое имя. Имя. Ви очи прикрите, Филипп, а я покажу нашему оператору, что это за карта. Зараз напишу имя. Окей. Так. Так, все, я написала. Скажите, стоп. Иди? Скажите, стоп. Ага, стоп. Окей, карта. Ага, классно. Все, покажу. Много рука. Я не знаю, где ваша карта. Он не знает, где ваша карта. Я не знаю. Эта, да? Эта, да? Да. Это ваша карта. Моя карта. Сейчас карта заперли. Я хочу посмотреть все карты. Просмотрите все карты. Заперлика. Нет, нет моей. Проверьте в заднем кармане его джинсы. Так и есть. Ну что ж, у людей, которые не носят штаны, можно показать такие фокусы? Можно их освоить? Я хочу вам ее разом добиться. Много карта, да? Шоудийский третий. Нормальный карта. Угу. Венчинтайдакар, чипутденэйм, я себе знову. Вы пишете или. А когда вы отворачиваете, вы подготавливаете колоду. Ага, делаете ее нафел и пальцем протронуете. Все, я зрозумела. Кажите, стоп. Филипп, я вам вірила. Фокус на доверіру. Фокус на доверіру. Так, доверялись фокусникам. Филипп Ван Дайк, наш сьогоднішній гість, рассказував, як робити тічніші фокуси і має в своєму активі ще дуже багато, значно більш вражаючих. Якщо хочете їх подивитися, обов'язково приходьте у цирк уже на цих вихідних. Ну, а якщо хочете отримати квитки просто так, дивіться нашу программу щоранку, прокидайтеся разом з нами рівно о сьомі і не вимикайте телевізор до дев'ятої. Тоді матимете унікальну змогу виграти їх в нашому ефірі. Ну, а я би хотів сказати, що ще і Светлана Шамрай якраз спомагала нам спілкуватися з Филиппом. Большого дякую ще раз професіональним праздником. І ще раз всіх жителів міста Запорожжя. Приглашаю в цирк. Суббота 16.00, в воскресенье 12.00 і 16.00 – почало представлений. Филипп, вам тільки хороших зрителей. І так, щоб ваша програма все більше і більше з кожним годом удивляла і все більше фанатов було в різних уголокарфірах. Ну, а поки ми зробимо фото на пам'ять, ви зможете подивитися, ну, по-перше, рекламу, а по-друге, можливо, іще щось цікаве на нашому каналі. Не перемикаєтесь.